всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу приготовить венгерский шпик помните да нежнейший шмат сала в ярко-красной острой ароматной обсыпки из красного острого перца готовится просто трудозатрат практически никаких так чё время терять вся информация по поводу рецепта взята из справочника технолога колбасных производств под редакцией рогова вообще эта книга одна из немногих практически библия колбасника неделю назад засолил вот этот вот замечательный кусок сложности никаких главное шкурку средств перед посолом и все засыпал и натер его старательно крупной солью из расчета 50 граммов соли на 1 килограмм сала 5 процентов короче за неделю соль из него всю лишнюю влагу вытянула сало просолилась так что сейчас можно продолжать процесс лишнюю соль надо отряхнуть без фанатизма теперь на одну-две минуты погружаешь мат в горячую воду температура 63 65 градусов делается это для того чтобы во-первых смыть оставшуюся соль во вторых чтобы поверхность шмата сала стала горячей и стала более мягкой она тогда легче в себя все ароматические вещества из перцев питает вынимаем и обсушиваем отлично так а теперь старательно пересыпаем красным перцем по ос 49 38 который сказал самом начале расход 2 процента к весу сырья потому что сало можно погружать не только в горячую воду но и в раствор желатина с красным перцем такой же температуры понятно что если готовить сразу много кусков сала то это проще намешал раствор и знаю кунаю него шматы но я то сейчас готовлю всего один шматок а чтобы его можно было полностью в раствор погрузить этого самого раствора должно быть много а куда его после приготовления девать ну только выбрасывать короче лишний расход не нужно мне этого все шмат старательно запанировал перцем пойдем коптить коптить буду самодельной коптильня дым у меня в ней обеспечивает лабиринтный дымогенератор ролики при изготовлении коптильни при дымогенератор на канале есть купить такой дымогенератор можно на алиэкспрессе ссылки в описании под роликом оставлю процесс копчения должен идти при температуре 18-22 градуса очень важно следить и не допускать повышения температуры иначе сало может потечь по указанному ранее в ролике усту время копчения составляет от 6 до 12 часов и зависит от плотности дымового потока температура я установил это текущая вот эта целевая сейчас все внутри прогреется и будет как положено да не сказал пассивный дымогенератор требует применения пилок очень мелкой фракции 0,8 1,2 миллиметра мне такой дымогенератор нравится гораздо больше чем дымогенератор с нагнетанием дыма при применении этого я могу гораздо более точно прогнозировать результат и добиваться нужной мне степени копчености в дымогенераторе с нагнетанием дыма дымовой поток даже на самой низкой мощности компрессора все-таки слишком сильный и для него нужна коптильная камера объемом ну больше кубометра лучше больше полутора кубометров мне такую просто некуда ставить сало прокоптилось все замечательно но не надо сразу его резать и есть дайте ему проветриться пусть вот этот самый первый самый сильный аромат дыма уйдет сало пусть коптильные вещества внутрь пройдут надо вывести его проветриваться в прохладном месте без прямых солнечных лучей часов на 6 а лучше на сутки и лишь затем трескать вот здесь на ливе у меня это шматок проветрится а завтра попробуем и 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 но и по хорошему нельзя алкоголе напитки демонстрирует так что это у меня без алкоголь не хреновуха крепко советская власть так ну и теперь шпига венгерского кусочки такого вот замечательного хлеба домашнего вот кусок сала проветрился аромат копчения стал очень легким при этом присутствует совершенно замечательный незабиваемый дымом аромат перца красного замечательно сало нежнейшее видите но вкусается тонюшенькая мясная прослойка сажата присутствует замечательно готовьте готовьте такое нежное замечательное сало от венгерский шпиг полосту меняйте что-то если вам не нравится рецепте или вы хотите принести какую-то свою нотку замечательный продукт ну и на ухо безалкогольные тоже на канале есть ролик огромное спасибо за компанию за лайки за дизлайки за репосты всем пока